Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Аминь! Сладился он не в русской земле, а как иностранец пришел в город Псков, в монастырь Пресвятой Богородицы, называемый Святогорским. Принятый игуменом, он доблестно подвязался в иноческих подвигах и за свою добродетельную жизнь заслужил у всех похвалу и славу. Но не желая славы от людей, он перешел на реку Толу в монастырь Великого Ефросина. Преподобный Ефросин принял его и поручил ему исполнять обязанности монастырского слуги. И Наксава исполнял эти обязанности ревностно и со смирением. Спустя немного времени, спросив благословения у Великого Ефросина, он ушел в пустыню, находившуюся на расстоянии в пятнадцати поприщ от Ефросиного монастыря, к озеру, называемого Крыпец, и поселился тут на совершенно безлюдном месте. Немало искушений от бесов вынес здесь преподобный Савва. Вскоре он построил на месте своих подвигов церковь во имя святого Иоанна Богослова, устроил келью и основал монастырь, после чего к нему собралось немало число братьев. Слава его добродетельной жизни быстро распространилась повсюду, и о нем узнал псковский князь Ярослав Васильевич. Князь питал преподобному великое уважение. Он делал большие пожертвования на устроение монастыря, подарил земли и озера на пропитание братьев, и часто сам посещал монастырь, чтобы принять благословение у преподобного. В одно время он пришел в монастырь с княгиней своей супругою. Преподобный Савва с великим почетом встретил его, но княгиня войти в монастырь не разрешила, а благословил ее за воротами монастыря, и там подал ей исцеление, так как она была больна. Преподобный Савва прожил много лет, и в 1495 году, 30 августа, отошел ко Господу. Мощи его были обретены в 1554 году вследствие явления преподобного священно-иноку, устроенного им монастыря Исаии. И до сего дня подают многие исцеления с верой, приходящим к ним во славу Христа Бога, которому да будет слава ныне, всегда и вечно. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова